Уважаемые друзья, здравствуйте! С вами Евгений Филимонов и вы находитесь на канале питомника Хвойный дворик. Сегодня мы поговорим о таком вопросе, который частенько задают мне подписчики, это что делаете вы с черной ножкой. Мы рассмотрим на примере сосны крымской, сеянца сосны крымской. То есть черная ножка это у нас гниль корневой шейки, вот сосна взошла. Как видите она довольно плотно у меня всходит, самое главное что нужно от черной ножки это проветривание и конечно же влажность почвы и влажность воздуха, следить чтобы она была умеренной, не сильно высокой. Вот это вот, вот сеянцы подняли землю, видите которые я посыпал сверху, что с ней делать скажете вы, ну сейчас подключим насос и скорее всего я ее просто пролью и она таким небольшим напором она просто осядет и здесь будет побольше видно сеянца, что он просто вот накрыт, вот накрыт, здесь вот тоже она засла, вот землю подняла, видите да. Даже руками вот опасно это все делать, лучше это взять и пролить. Много земли я насыпал, опада не хватило, я решил землю перемешать и насыпать, но земля все равно не то что опад, опад он легкий и сениц когда идет семечки он довольно таки хорошо его подымает, он его проходит просто на ура, а земля если она плотная и хорошая, то сеницу очень трудно пробиться к верху. Мы насчет черной ножки поговорили, ну главное проветривание, вот у нас сейчас вот если можно видеть сзади открыто ворота, но здесь здесь ветер постоянно, там у нас поле, ну препараты никакие не помогают, я сразу говорю вам, я не знаю, у меня раньше было да там на другом участке там я полностью закрывал они сходили, я нет что проветривать, я наоборот еще больше закрывал, поливал ее, вот это вот специально гидроизоляция от дождя, от сильного дождя, когда сильный дождь идет, то мы берем и накрываем ей, накрываем ей и вчера буквально был сильный дождь, но здесь мы не накрывали, не потому что, потому что еще рано, еще она как бы всходит, до всходов надо поливать хорошо, но как она взошла уже, надо следить за поливом очень внимательно, потому что если вы перельете, то у вас обязательно будет черная ножка, и если вы посадили так плотно, то же самое, вот здесь можно видеть сеяниц двухлетний, уже будет осенью, и можно видеть, что здесь практически нет, ну как прорег, но это и то, как я посеял, как разбросал семечку, а то, что она растет плотно, это ничего страшного, они довольно крепкий сеяниц, вот уже новый побег у него пошел, и к октябрю месяца она будет очень прекрасная, уже растение двухлетка с хорошей почкой на следующий год, то есть мы еще и прольем или корневинчиком, или цирконом, посмотрим, и она пойдет очень хорошо, поэтому не бойтесь сеяться, главное следите за проветриванием, в общем главное тут первое, проветривание и второе, не дать перевознится сеянцу, ну и то, сеянец, когда он уже взойдет, понимаете, когда он уже будет вот такой вот, вот такой вот, ну он плотно будет сидеть, и между ними проветривание если не будет, то это будет очень довольно таки плохо, и тогда уже там ничего не поможет, если у вас завелась черная ножка, то скорее всего надо удалять вот эти пораженные сеянцы, и забирать их оттуда, прям с грядки убирать, чтобы другие больше проветривались, больше этот очаг надо, в прошлом году здесь был один очаг, я помню, где-то здесь совсем мало, я выдернул их и все и забыл, да, должна быть, и когда они сходят, полив должен очень умеренный быть, вы лучше не долейте, чем сосна, тем более сосна, она очень неприхотливая, если она взошла, то она будет идти, не переживайте, что там у вас такое будет, что она засохнет, она в принципе уже не может засохнуть, ну там побрызгали чуть-чуть буквально, а так в принципе поливать ее уже не надо, если она взошла, значит она взошла, а от дождей укрывать надо, потому что будет вот влажность, солнце не будет, влажность высокая, после дождей особенно, потом проветривания нет и отсюда же берется черная ножка, это просто гниль, никакое там лекарство вам не поможет, если только проветривание, если у вас черная ножка началась, считайте, что вы уже растение потеряли, сеницы, то есть вы и смотрите, когда там буквально месяц-полтора уже, когда стволик усеянется, почернеет, как вот на той же двухлетке, покоричневеет, вернее, вот он коричневый, вы видите, он очень твердый и плотно, он как проволока, ему никакая черная ножка уже не страшна, здесь даже плотно будет сидеть, она никогда не загниет и ничего с ней не случится, вот эти вот новые побеги пойдут и все будет хорошо все, уважаемые друзья, я хотел сказать по заказам, по заказам у нас все отправлено, мы сейчас ведем рассадку, в июле месяце начнется прием предварительных заказов на осень 2023 года, ну и на весну скорее всего посмотрим там, сейчас мы только рассаживаемся, вот представьте, вы уже получили посылки, а мы только рассаживаемся, у нас уже май месяц, жара скоро вот-вот на днях будет очень хорошая, это слава богу погода дает, в прошлом году было 30 градусов жары и мы все равно рассаживались, главное полив и все будет хорошо, и притянение, это факт, это однозначно, притянение, первый год вы притеняете очень хорошо, поэтому старайтесь притенять, старайтесь, ну первый год вы помучитесь, потом она уже пойдет, уже можно полегче, там где-то слабину себе дать, а сейчас я насос достану и мы с вами скорее всего посмотрим как эту землю, вот здесь вот тут вообще вот видно, что сеянец поднял ее, это все сеянец, да, через землю тяжело, а когда мы сыпем хвойный опад, это легко, а накрываем мы, ну сейчас я вам покажу как, вот у меня там ель накрыта еще, вот позавчера по моему был дождь, посеяна ель и накрыта, вот так вот накрываем мы ее, вот дождь сюда доходит, он не идет на на семена носами, на самим, ну и смотрите опять же это дождь, чем плохо, потому что он лучше открыть и самим полить, понимаете, чем ждать дождя, потому что для семян он может выбить ее очень-очень быстро, семена повыбить, потом они у вас будут довольно-таки, вам опять придется подсыпать опада, да, не поливайте, потому что сыра довольно-таки, она выдержит, ничего страшного не будет, поэтому я все на своем опыте и довольно-таки успешно все применяю, были ошибки у меня и у меня сосна ложилась от черной ножки, очень хорошо и очень много, поэтому сейчас мы с вами прольем это все, сейчас я насос поставлю, ну отсюда вот можно видеть, как вот было, покажи, вот они сенец, вот они там все взошли, там видно, видно, что сенец идет, хорошо, сосна, сосна вообще, самое, что ни на есть, хорошо всходит, если вы посеяли там два килограмма, то у вас два килограмма практически все они и всходят, скоро тут будет полоться, травку делаю, убирать, все будет хорошо, так пошел я за насосом, да, на елку, все готово, ну теперь уже, друзья, вот так проливаем, и вы видите, сколько сеянца тут под землей находится, но сразу проявляется, можно, когда подсохнет, чем не взять таким инструментом, типа отверточки, походить, позбивать, ну я решил так делать, ну я делал это, он сразу весь на поверхность выходит, так здесь мы прошли, теперь сюда пойдем, ничего страшного, что он криво лежит, он сейчас восстановится, ветер тут хороший, можно видеть по траве, тут проветривание очень хорошее, хотя и все со всех сторон сеткой обвешано, проветривание для семян самое главное, вы можете не дополить, но проверить надо обязательно, ну это крайний раз, когда я его поливаю, больше я его, но это поливаю для того, чтобы вот земля ушла, можно так конечно и сеянец выбить, но вы старайтесь аккуратно это делать, вот здесь вот например, вот видно его, вот видите, земля как лежит, прям очень сильно видно, берем вот так вот, все земля как бы ушла и все, здесь тоже, вот он прям выходит наружу, и сейчас мы, если издалека снять, то видно будет, что он довольно таки хорошо ожил, ну сейчас ему нужно солнышко, завтра у нас обещают, по крайней мере я думаю до завтра, ну если мы поймаем черную ножку, то как бы я обязательно сниму и покажу, что это такое, и почему это произошло, но скорее всего это может произойти только из-за погоды, вот здесь вообще всю землю подняло, я пока на двухлетку кину, вот здесь смотрите, вот всю землю поднял сеянец, ему трудно ее сбросить, ее пройти, она как бы сверху лежит, подсохла и она давит на него, если этого не сделать, что я сейчас делаю, то она скорее всего они будут кривыми у вас, поэтому берем и начинаем, вот сейчас вы увидите, как он проявляется, его очень много, я не говорю прям плотно, но хотя бы чуть-чуть, потом еще в следующий раз повторите это, если и будет возможность, то есть, вот земля это, то что посыпаешь опадом, да, через опад сеянец проходит на ура, а здесь у нас получается вот такая петрушка, вроде семена наверху и не хотелось оставлять их, потому что солнце может поджарить их и толку не было бы, а опада нам не хватило, потом мы привезли опад, но я до этого еще засыпал землей, покупной землей прям купил и засыпал, вот приходится теперь последствия этого всего устранять, да, это аккуратно, очень аккуратно, на одном месте долго не держите и лучше, лучше как бы не недопалить, лучше как бы, чтобы земли, пусть она еще лежит, подсохнет, а потом вы еще раз это сделаете, или уже совсем сухая будет, я говорю, можно взять даже какой-нибудь череночек и спокойно попродавливать, но я это делаю более похолоднокровно, потому что я знаю, не боюсь, потому что у нас не будет ни дождей, сейчас неделю вроде обещают спокойную, не гроз, а он как раз выпрямится, когда пойдет солнце, ну как мы узнаем, что будет дождь, мы смотрим прогноз погоды, лучше лишний раз накрыть, не побояться, чем попасть вот на полностью прогнивший сеяниц, ну в принципе я уже все тут закончил, вот мы освободили сеяниц, в принципе от земли, ну то что останется потом еще раз, может быть прольюсь, все, я пошел выключать, ну где увижу, ну трава опять же здесь убирается, все руками, ничем ее не уберешь, кроме как руками, он сейчас выровняется и все будет хорошо с ним, вот теперь можно видеть, что сеяниц у нас освобожден как бы от этого, ну кое-где еще нет, но он уже пробьется и мокрая земля, она не так страшна, из мокрого намного легче, чем вот эти вот висели как зонты какие-то земляные над ним, ну траву я, как сказал, все руками, ну и все, в принципе, я потом посмотрю, если надо будет где-то пролить еще прольем, а в принципе, больше полива он не требует, он не требует так побрызгать, если до июля месяца, если не до конца июля, но если будет дождь, накрывайте лучше и все, у сосны корень большой, он длинный идет и все нормально, с елкой там конечно потяжелее, насчет этого, насчет черной ножки, но я не допускаю, елку вообще я охраняю очень хорошо, сосна есть сосна, ель есть ель, сосна более такая неприхотливая, хотя если плотно посажена, как у меня, схватить черную ножку ей запросто процент очень высокий, еще раз говорю, что прием заказов начнется где-то примерно с конца июня, в июле месяце, но я сделаю видео, ссылка опять, подписывайтесь на наш сайт, подписывайтесь на канал и все наши, на телеграм-канал, на дзен, на юрутуб, ну а на этом, уважаемые друзья, все, с вами был Евгений Филимонов, всего доброго, удачи!